Проблемы казахстанского кино. Может ли Астана претендовать на звание новой столицы киноиндустрии Казахстана? Почему независимые продюсеры вынуждены продавать свои квартиры, чтобы развивать отечественную киноиндустрию? И какие сюрпризы ожидают начинающих киношников? Сколько вообще денег нужно, чтобы снять фильм? Об этом, друзья, и многом другом поговорим сегодня с Айдаром Касымовым, основателем одной из самых успешных киностудий в Астане, Light Solution. Вы на моем канале, подписывайтесь, пожалуйста, оставляйте ваши комментарии и, конечно, ставьте лайки. Мы начинаем. Айдар, здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Рада вас приветствовать и сразу хочу поздравить вас с премьерой, с дебютом вашего фильма «Айхайшо». Он сейчас как раз идет в кинотеатрах, да? Да, спасибо большое. Посмотрели, я сама была, видела. Как у вас вообще впечатление после первой недели проката? Вы имеете в виду про сборы или про процесс? Вообще про все. Про все. Это было очень интересно. Это очень интересно. Это первый наш проект. Мы узнали очень много нового. Результат пока ждем. Кассовые сборы. Ну, средние. Хотелось бы, конечно, лучше. Но мы осмелились и вышли с голливудскими гигантами. С гигантом, точнее, это Джокер. Рейтинг у него, конечно, не очень, но люди пошли на него. Наш же фильм, он был нацелен на казахоязычную аудиторию. Он был полностью на казахском языке. Интересная, недолгая, яркая комедия. Мы его сняли, нам очень понравилось. Вы знаете, я сама посмотрела с удовольствием, и мне понравилось здесь несколько вещей. Во-первых, впервые я видела такой подход, что весь практически фильм снят в одной локации. Это было очень интересно, и внимание зрителя вполне длительно удерживалось. Именно фиксировано на игре актеров. И об игре актеров хотел сказать. Наш общий друг Шако, всем известный, мне кажется, очень здорово справился со своей ролью, как и его напарник, в принципе. Начиная этот проект, в одной локации мы очень сильно рисковали. И понимали, что это большая ответственность на актерах. Лежит приковать зрителей к экрану и удерживать его на протяжении 80 минут в одной локации. И что бы то ни наскучило. Смотря на персонажа, мы четко понимали, что это будет у нас Ашарип Серик, наш друг. Это прям точная его роль. Он с ней справился более чем. Саята Макулбаева, второй главный герой. У нас была очень такая история, но это, наверное, уже отдельный вопрос, когда у нас была замена главного персонажа. И очень четко и прям вот гармонично Саят подошел на персонажа Аспана за один день до съемок. Это прям был форс-мажор. Мы там перенервничали, но все разрешилось, и он справился с задачей. То есть я правильно понимаю, за день до съемок главного героя, одного из главных героев не было? За один день до съемок мы привезли с Алматы второго главного героя, с которым мы договорились, разместили. Но, к сожалению, мы не смогли найти общий язык. Там были разные нюансы. И командой экстренно было организовано собрание. Мы приняли решение, что не можем рисковать. И от него отказались. В принципе, это было обоюдно. Потому что он тоже был сильно не заинтересован. Это ничья вина. Просто такое случается. Как только он ушел, у нас тихий ужас. Что делать дальше? Ну, все хорошо, мы решили с ним не работать. Что делать дальше? У нас же завтра сегодня читка, завтра мотор. Шако провел инициативу. Он подошел к этой доске, где висят фотографии актеров. И мы начали тусовать вот так их всех. Прям вот так, вот так, вместе с сценаристом, с режиссером. Я стою. У всех глаза бегают. Мы не можем отменить. Мы не можем перенести. У нас все забронировано уже. И Шако предложил, а есть ли его, Саята? Мы так на минуту все остановились, говорим, да. Попробуем. И даже по пропорциям он как раз-таки подходит на этого персонажа. Да-да-да, отлично, кстати, подошел. Блин, идеально зашел. И предложив ему, а он у нас уже был в кастинге. Он уже был у нас в проекте, но на другой роли. Он должен был играть администратора заведения. А, понятно. И компания Бауки, которые второстепенные, они потеряли одного своего персонажа. Их должно было быть четверо. Мы забрали одного оттуда, поставили администратора. Администратора забрали, поставили вторым главным героем. Это было в моменте решено, сделано. Все обрадовались. Саят был очень доволен. Говорит, ребята, спасибо большое. Я вас не подведу. И он не подвел. И он не подвел. Очень харизматичный персонаж получился. Многим, мы читаем отзывы комментарии, многим запомнился Саят. Персонаж Оспан. Друзья мои, я хочу сказать, что фильм «Ай Хай Шу» еще идет в кинотеатрах. Вы можете пойти и обязательно посмотреть эту работу. Я прям советую. Ну что ж, знаете, еще хочется о чем поговорить. Помимо вот таких проблем, которые творческие, когда нету актера, с какими еще проблемами сталкивается человек, который хочет, или команда, которая хочет снимать кино? Я знаю, что вы продали собственную квартиру для того, чтобы снять этот фильм. Да. Никаких других источников финансирования нет? В нашей стране есть. То есть это можно обратиться к государству. Есть питчинги, есть частные компании, которые объявляют питчинги. Но проект не будет ваш. То есть они спонсируют, все хорошо. Но там очень долгий процесс, он муторный. Если честно, я один раз участвовал в этом. Мы с компанией подавались на питчинг, постоял перед комиссией, рассказал о проекте. Но мне не совсем понравился формат, если честно. Так же, как и им наш проект. Мы приходили с другим фильмом абсолютно. Это сложно. Люди снимают так фильмы. Это хорошо работает, это открытая информация, мы все это видим в интернете. Бюджеты выделяются на постоянной основе. Ежегодно креативные ребята приходят. Это хороший стартап. Но для продакшена это сложновато. Зачастую продакшены обращаются к частным средствам. То есть это спонсорство, продукт-плейсмент, инвесторы. Спонсорство тяжеловато. Потому что как будто бы лимит доверия у продюсеров и в киноиндустрии уже начинает иссякать. И вот эти вот люди, которые выделяют средства, уже отбирают. Если вот года два-три назад это было намного проще. Ну, примеров мы тогда еще не снимали. Мы занимались исполнением других заказов в качестве компании рентала. И мы видели другие примеры, когда это спонсорские средства, они невозвратные. Это инвесторские, они возвратные. То сейчас, я попробовал этот момент, мне тоже не понравилось. Потому что ты теряешь там не то чтобы контроль, а какую-то независимость и свободу. Дальше продакшены. То есть хотелось сделать чистый бизнес. Да, полностью сделать свой проект и попытаться заработать на прокате. Хотелось? Нет, если честно. Нет? Нет, почему-то мы вот только сейчас осознаем, что на самом деле мы не преследовали цель разбогатеть на прокате. Мы компания «Неоднодневка». Это вот, будучи уже в Алмате, переговаривая с прокатными организациями, с кинотеатрами. Они удивились этой информацией. Говорят, вы очередная компания, которая занималась когда-то вообще другим, увидели, что тут классно, можно залить 200 миллионов к миру и вытащить, на примере известных картин, которые 2 миллиарда, 1,5 миллиарда и на этом разбогатеть. Вы так хотите? Я говорю, нет, мы пришли в долгую. Мы пришли играть в долгую. Мы сейчас почву только смотрим. Наш проект далеко не многобюджетный. Сколько было потрачено на него? Производственная часть составила 35 миллионов тенге. Так. Остальная часть – это маркетинг, расходы представительские, закрытые показы. Мелкие, но в совокупности они дают примерно равную сумму. И это варьируется до 60 миллионов бюджет нашего фильма. Когда в среднем в Казахстане фильмы снимаются более 150 миллионов. Мы рискнули, мы захотели именно так, мы захотели именно за этот бюджет. Я захотел не привлекать средства. У нас нету продукт-плейсмента такого, чтобы он закрыл половину нашего расхода. Продукт-плейсмент, если объяснить, это реклама. Нативная реклама, которая присутствует в продукте, например, фильм «Я робот», «Билл Смит», «Кроссовки» и «Конверс». Айдар, принято считать, что столица киноиндустрии в Казахстане – это Алматы. И все едут туда снимать фильмы, а большая часть фильмов производится там. И принято считать, что якобы там более профессиональные кадры. Недавно мы совсем закончили работу над нашим проектом «Ожушихани» и обратились именно к столичным, кастанинским профессионалам. Рискнули и поняли, что не ошиблись, потому что профессиональный уровень операторов, всех видеоинженеров, режиссеров в Астане показал, что здесь профессионалы уже работают на очень высоком уровне. Кстати говоря, ваша компания непосредственно поучаствовала в проекте, в съемках нашего фильма, за что вам большое спасибо. И мы увидели, что уровень профессиональный, он здесь достаточно высок. А то, что все лучшие специалисты находятся в Алматы – это все-таки некий стереотип. Вы с этим согласны? У нас в Астане не так много снимается проектов, если честно. Мы видим прекрасно, мы являемся одной из самых крупных компаний в Астане, которые занимаются именно арендой техники для съемок, представлением специалистов, обслуживающих, площадка и сейчас как продакшн. Что касается кадров, ну знаете, если специалист высокого уровня, он умеет, но уже не хочет. А у нас пока не умеет, но очень хочет. В Астане не так много предложений, но когда хотя бы одно поступает редко, люди не столь квалифицированные, а дают все. Полное свой КПД и жаждет научиться. И мы учимся. И мы учимся, не перенимая чужой опыт, потому что в Алмате школа уже давным-давно основана. И это же не только уроженство самого города Алматы. Это творческая молодежь, которая прибыла туда, когда нигде ничего не было. Ни в Астане, ни в других городах. Сейчас же там идет перенасыщение кадров, и мы замечаем отток. Из Алматы сюда? Из Алматы сюда. Будучи вот в кабинете мы находимся, к нам вот как минимум уже человек 10 пришло. Иммигрируя оттуда сюда, и говорят, мы приезжаем в Астану, нам сказали идти к лайтам. Лайты – это сокращенный лайт салюши. Да, да, да. Как здесь, что делать, и какие здесь правила? Я говорю, правило одно – выживи три месяца, а там уже посмотрим. Рынок у нас суровый, проектов не так много. В основном это квази-госсектор, госсектор, очень мало частных. В Алмате же все иначе. Но по специалистам мы очень гордимся нашими молодыми. Мы сами также обучались на площадке, импровизировали и сами доходили до этого. И как общепринятое, вы сказали, что в Алмате специалисты лучше, но я скажу так, это покамись. Я знаю, что помимо вот этой основной работы, как продакшн, как рентал студия, вы еще учите молодые кадры, проводите специальные лекции, курсы. Да, у нас очень хорошее отношение с Шабытом. Мы даже удостоились чести получить медали от них. Здорово. Да, постоянно находимся как работодатели, потому что студенты в теории все изучают, но практики как таковой нет. Они обращаются к нам, мы их берем на площадки. Это на безвозмездной основе. Зачастую мы даже им платим денежки, потому что они делают работу, как говорится. Мы не учебное заведение, чтобы делать стажировку бесплатно. Мы оплачиваем им. Университет это знает. Да, даже находясь на площадке, мы делимся информацией с ними очень много. В ходе обычной беседы разговариваем, объясняем, что такое свет, как. И ведь это будущее. Мы проводим какие-то семинары, тренинги по свету, художник по свету. Потому что мы имеем в этом образование, ну я, допустим, российское, имею три по художнику по свету. Есть чем делиться. Куча площадок, большой бэграунд опыта. Операторскую мы не трогаем. Мы не операторы. Мы осветители, бах, продюсеры теперь. Учимся, научимся, будем делиться, будем обучать. То есть вы конкретно видите, что будущее казахстанского кинематографа в Астане? Ну мы не только видим, мы делаем это. Мы идем к этому. Мы будем стараться. Мы будем падать. Мы будем вставать. Мы будем прилагать все усилия, чтобы именно в Астане поднять. Ведь очень сложно построить что-то новое. И, как говорят ДШБшники, никто кроме нас. Да. Так же здесь? Все верно. При этом очень, мне кажется, нужна поддержка государства. Потому что, допустим, в Алматы есть база, есть казахфильм. Даже нам для того, чтобы провести съемки в Астане, пришлось арендовать костюмы, реквизит. В Астане нет такой базы. Ее нужно создавать. И здесь действительно поддержка государства необходима. Как вы считаете? Или это все лучше делать частникам, которые начнут это развивать? Каково ваше мнение? Ну у казахфильма свои процессы. У них там они идут. Это господдержка. Я не знаю цифр, насколько он рентабелен. Сколько там все прибыльно, либо убыточно. Ну мы достоверную информацию не владеем. Но со стороны, оно реально в стагнации. И неважно, кто будет у управления, уже все настолько там закаменело, к сожалению. Поэтому мы... В Астане нужен такой, так скажем, такая база? Как вы считаете? С участием государства? Нет. Нет. Если бы мы рассматривали бы такой вариант и были бы с ним согласны, мы бы давно бы уже активничали, потому что в Астане все, госструктура здесь. Нет. Участие государства вот именно в креативной индустрии, в кинематографии, категорически я против этого. И мои коллеги, и мои партнеры также. Почему? Ну это как и фильм снять на чужие деньги. У тебя руки связываются. Ты не являешься... Это становится не твое. А когда не твое, ты не переживаешь за это. Здесь, опять-таки, когда мы говорим о малобюджетном кино, а для того, чтобы делать какие-то, ну такие очень большие проекты, какие-то серьезные исторические, допустим, да, масштабные там биопики, здесь как вот без поддержки государства? Там же речь уже идет совсем о других деньгах. Частные средства. Только частные средства. Желательно, чтобы это были собственные. Не имеешь собственные, продавай квартиру. Все крупные компании на мировом рынке – это частные средства, без участия государства. Потому что владелец заинтересован. Да, есть инвесторы, да, есть там совет директоров, соучредители и так далее. Но прежде всего это фанатизм владельца-основателя и продвижение дальше. Если хотя бы доля государства там есть, все, мотивация теряться будет. То есть творцу нужна свобода. Абсолютно. А потом, знаете, тоже как-то у меня был разговор с Егором Кончаловским, несколько лет назад я брала у него интервью. Вообще киноиндустрия должна работать так, таким образом. Значит, получает продюсер, находит средства для того, чтобы снять картину. Он вкладывает туда все, там, 100% всех средств. И потом получает свой доход с проката. Но почему-то он говорит, в Казахстане все по-другому. Генеральный продюсер добывает средства, берет оттуда свой некий, да, доход, процент, немаленький. А на оставшиеся деньги снимает кино. Это практика. Такое есть. Мы между собой вот разговариваем и мы говорим, что это за проект? На входе или на выходе? А. Да. Заработали на входе? Это вот то, о чем, да, я сказала. Неважимый результат. Получили деньги, большую часть забрали, на остаток снимается. Вся команда зарабатывает на входе. Они видят, как говорят, рыба гнет с головы. Если проект пришел, и он изначально был на входе, продюсер забрал генеральный, другой продюсер, оператор, все, уже проект не важен, какой он выйдет, какой будет кассовый сбор, потому что никто не переживает за эти средства. Они ничейные, так сказать. Люди не понимают, что они налогоплательщики, и в этом бюджете, в этом фильме находятся их налоги. Все заработали на входе, кино вышло, прокатилось где-то для галочки. Дальнейшая судьба неинтересна, на полочку легла. Спасибо, до свидания. Заново по приходу и в новый проект. Частные средства, которые вот, частные продакшены, инвесторские, возвратные средства, за них уже переживают. Это проекты, которые зарабатывают на выходе. А вы сами какие-то проекты за последние годы казахстанские могли бы отметить для себя, что вот этот проект был сделан классно? Вот этот проект действительно как-то вывел нашу киноиндустрию на некий новый уровень? Радует, что индустрия развивается. Даже за государственные средства, за частные, неважно. Смотреть статистику, в прошлом году выходило картин в два раза меньше в месяц. Сейчас еженедельно выходят по три, по четыре картины казахстанского содержания. В том числе и частные, и питчинговские. Я не подмечу конкретно картин, которые мне прям очень сильно понравились. Все хорошие. По-своему. Ведь у каждого продукта есть свой клиент. Тут нет такого, что он плохой. Нет плохого фильма. Есть не тот зритель. Знаете, я еще обратила внимание, что сейчас большинство казахстанских картин, наверное, процентов 90 с лишним. Те, которые выходят, те, которые зарабатывают на выходе, это все комедии. Вы тоже пошли в этот жанр. Почему? Почему комедия? Комедия, ну, честно, для меня, что такое кинотеатр? Ты приходишь в кино, отвлечься. Отвлечься от жизни. Зачем показывать жизнь, тоже бытовое. У тебя дома этого хватает. Показывать закредитованность, кредиты. Ну, у населения и так этого достаточно. Кино, это прежде всего, это что-то такое выдуманное. Это фэнтези, разгрузиться, отвлечься. Ты пришел на полтора часа не вспоминать о своих финансовых сложностях, бытовом насилии и так далее. Но всегда есть свой зритель. Следующий ваш фильм «Селфи с предками» тоже жанр комедии. Сендер, адамдар, ростемды кэтып, олардың санасы мен реймили сұмоласындар. Жусь тұрмас, тұрмас, тұрмас. Папа? Папа, папа, пожалуйста, останьте ради меня. Время спасать друзей. Сидите ве силы. Да, привык от нами силы! Наши способности нету, на коем сил пристаре. Вам ясно? Аааа! Это уже приключенческая детская картина, очень интересная, с графикой. Она... мы прощупываем почву. Эта картина абсолютно иная. Она отличается от Ай-Хэй-Шу прям вот кардинально, если здесь 18+. Здесь 6+. светлая яркая с графикой классные ребята в астане зима детишки получили сверхспособности до комедия но с элементами драмы там есть о чем подумать и она выходит в конце этого года мы сейчас занимаемся монтажом пост продакшеном тизеры но кому мы не показываем только трейлер все смотрят вы это вы сняли на самом деле за яркая интересная семейная картина поэтому мы прощупываем почву когда выходит картина прокат пока точной даты нету по нашей готовности но ориентировочно до конца года до в конце года ждите мы обязательно будем анонсировать если вы нам в этом поможете мы будем рады да и это другой жанр совсем айдар смотрите сейчас действительно я не зря сказала что вы одни из самых крутых студий в астане и ваша студия развилась буквально года за три-четыре но ведь так было не всегда с чего вы начинали у нас очень такой интересный путь на самом деле мы все выходцы с телевидения проработали там ну определенное количество времени и все занимались чисто светом постановочным да 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 я даже ваши ребята неоднократно участвовали в моих телевизионных проектах я помню а сейчас вы просто решили объединиться нет мы объединились ранее это было 2017 году компания была основана в 2017 году название light solution это было и.п. честно мы основали ее на 12 тысяч тенге первая инвестиция была 12 тысяч тенге мы поехали на строительный рынок начали резать какие-то трубки соединять их холодной сваркой сами не понимаем что мы делаем но мой партнер соучредители он сказал это нужная штука я бы что это не важно давай это сделаем а что вас вообще мотивировало на создание этой компании отсутствие конкуренции первое второе этот вот шарм именно волшебство киноиндустрии потому что мы увидели телевидение это классно но это госслужба мы там начали немножко скучать мы там начали немножко вес набирать все хорошо студийная съемка телеканал новости но когда из изо дня в день да вот так пролетели года и мы объединились выходили сами на площадку обслуживали брали суб аренду технику получали за работу только аккумулировали эту сумму и покупали какие-то китайские приборы потихоньку потихоньку первый склад был под моей кроватью в спальне потом на балкон переехал первый склад оборудования это были на кредитные деньги приобретено но мы еще работали на телевидении два года мы вот так на двух стульях сидели до девятнадцатого года потом приняли решение что нужно увольняться потому что нельзя вести предпринимательскую деятельность полностью в нее не погрузившись и пять лет мы занимались ренталом мы покупали технику мы не снимали сливки мы не выводили маржинальность компании мы не выводили учредительские нас четверо я два брата близнеца аслан и жаслан тут кабаевы и ибрагимов алибек мы чекером же и учредители и директора и исполнители на площадке тащим вот эти все мешки с песком которые никто не понимать что это такое нам что я когда шила очень много моментов таких когда заказчик говорит мне скидку ваш руководитель и обещал прямо на площадке правда да кто айдар если к нему позвоню момент расплаты уже звоните а ты стоишь грязный перчатках она звонит и твой телефон ну здравствуйте мы с вами разговаривали да и всем запомнилось то что мы приходили вот как когда свое ты относишься к этому трепетно мы отрабатывали четко мы были и осветители и продюсеры операторы и режиссеры мы набрали большую сильную базу опыта потому что мы работали с разными операторами научились у одних помогали другим отсюда что-то перенимали давали с разными режиссерами за плечами более 10 тысяч проектов от коммерческих государственных с главой государства у нас было три проекта телеканалы все в принципе и куча куча рекламных роликов картометражные фильмы сериалы мы выходили исполнительным через пять лет мы поняли что мы не помещаемся в свой склад потому что техника растет крупногабаритное железо вот это все что за кадром находится это занимает многоместное пришлось переехать в одно помещение 40 квадратов потом чуть больше и психанули на данный момент мы находимся в студии ей два года это единственная вариативная студия в астане в которой можно огонь использовать открытый воду лить сколько угодно машина заезжает склад и два года мы работаем как студия пространство понимая что у нас есть ресурсы съемочной техники пространство мы поняли что нужно уже переквалифицироваться в продюсеров и открывать продакшн кстати говоря о конкуренции вы сказали когда вы открывали студию конкуренции фактически не было сейчас есть конкуренция и как вообще развиваются с конкурентами отношения конкуренция была и на данный момент есть компании которые и до нас существовали до у которых обороты выше но мы зашли на рынок мы заняли свою нишу конкуренция в астане слабая в алмате она интенсивнее там больше компаний рентал а что нужно вообще для того чтобы наша киноиндустрия до в астане начала актива развиваться более активно объединится должны те кто конкурирует возможно как голубая мечта я не знаю насчет предпринимательства и бизнеса правильно ли это но мы хотим в масштабе города думать мы хотим чтобы мы не внутри вот друг друга ели мы не дублировали мы делаем один и тот же прилавок мы тратим очень много денег съемочная техника на дорогостоящие чтобы ее купить ты тратишь не то что день время и просто мы едем на двух разных такси в одну точку ведь можно объединиться и занять какой-то определенный свой департамент либо технику и быть боеготовым от так сказать угроз извне но к сожалению на данный момент диалог не может состояться конкуренция она присутствует да кто-то скажет она рождает профессионализм качество и так далее хорошо но мы за добрую конкуренцию когда он тебе и приятель но в то же время он может с тобой где-то но чтобы это было сообща ведь бывают моменты когда мы можем друг у друга суб арендить друг друга страховать к сожалению это не происходит в астане есть маленькие ренталы которые с которыми дружим продакшен и мы сейчас открылись как продакшен у нас очень много друзей продакшенов и они все были рады нашему открытию потому что сказали ребят вы готовы мы за вас топим и вам поможет многие нам помогают спасибо им в разрезе продакшена все хорошо именно в разрезе ренталов как и в алмате все гонятся за объемами все дублируют друг друга технику вот он купил один прибор я куплю такой же и дам скидку ниже этот демпинг мы просто изничтожаемся и изничтожаемся по ценовому предложению в этой возне не будет победителя все проиграют если не принять колоссальные меры кардинальные перепрыгнуть через свое вот это вот эго да и сказать слушай а давай вместе что нибудь сделаем в масштабе города ведь это быстрее произойдет мы уверяем мы это сделаем самостоятельно если не будет диалога но это займет больше времени чем объединившись айдар как ваша супруга отреагировала на ваше решение продать квартиру и пустить все деньги в кино ну что сказать я все время благодарю ее за то что она всегда поддерживает меня авантюриста я предприниматель 14 место работы у меня официально в трудовой книжке два раза я открывал свое там ранее какое-то начинание бизнес горький опыт всегда она просто я в тебе верю и чтобы ты не сделал где бы ты не ошибся все получится это самая лучшая поддержка когда ты понимаешь что где-то у тебя не получилось ты приходишь домой те говорят не унывай все будет классно предложение поступило она говорит ты уверен не говорю да делать мы сделали ну чтобы немножко так скрасить эту тему это не единственная моя недвижимость все хорошо на улице не на улице мы не останемся и если не с этим фильмом но с помощью него мы однозначно восстановим нашу квадратуру упущенную спасибо всем за переживание да это прям я прям почувствовал айтар вы что приходи ко мне домой переселитесь ко мне это это так на самом деле здорово когда люди переживают я их не знаю этих людей они делают вбросы в инстаграм пишут что продюсер продал квартиру пойдемте блин спасибо вам большое я это ценю айдар а еще какие есть не знаю вызовы проблемы вот у людей которые начинают снимать кино к чему им надо быть готовым ко всему проблемы начинаются на всех этапах и они не заканчиваются в принципе никогда это очень сложно люди которые говорят я хочу в киноиндустрию ребята это не лезьте в нее шучу очень интересно но проблема везде предпродакшн нужно выстроить режиссер хочет этих актеров у них разные графики по дружи соедини финансово договорись хороший гонорар у наших актеров я вам так скажу да да они конечно люфт большой но тоже зависит от проекта если проект ему нравится один гахнету разговора но если он говорит что ребят я приду снимусь там уже хорошие цифры я вам так скажу шарипу серику сколько вы заплатили а я не скажу у нас договор да у нас договоре это все но ну примерно хотя бы чтобы вынимать топовый актер сколько может попросить не могу хорошо не буду вас но я приобрел друга в его лице он замечательный человек актер талантливый и вот это одна локация он там выдал он сделал кино а если говорить вообще в целом об актерах казахстанских чувствуете ли вы здесь кадровый голод нет ли ощущения что нашим актерам сильно требуется дополнительное обучение потому что допустим когда ты видишь актеров так скажем более старшего поколения тот же жан байжанбаев жанна куанышева например да то есть когда выходят те актеры которые учились в советское время в другой стране там допустим заканчивали гитис допустим московский когда они появляются фильме это видно по их игре вот что вы можете сказать об уровне наших актеров шако прекрасен но таких как шако много или мало мало есть актеры которые получили образование которые для которых эта работа и они отлично ее исполняют все но есть и самородки вот вот дано ему быть актером такая предрасположенность чего не хватает нашим актерам сегодня полного погружения думаю немножко сумасшествие ведь актер это максимальное творчество это не про деньги это не про продюсерство не про проект у нас как делается берется пишется персонаж потом по вот на подбирается актер а не так когда ты говоришь вот этот актер он например имеет мышечную массу вот такой гриш а для фильма ты должен похудеть вот вижу тебя прям худым возьмите вот эти трансформации да возьмем к примеру кристиана бейла какие трансформации он проходит для роли он худеет до изнеможения потом набирает вес для другого фильма и это о чем говорится режиссеру нужна его актерская игра его полное погружение у нас как будто бы это отсутствует берется актер подходящий под эту роль по меньшему пути у нас нету основательного подхода пред продакшена чтобы дается актеру пойти в лечебницу месяц там разговаривать с больными понять как себя вести погрузить в эту атмосферу он впадает в депрессию потом отыгрывают роль ему нужно выйти с этого стань боксером он начинает отрабатывать вот это у нас такого к сожалению нету именно основательного подхода есть какие-то роли есть определенные яркие звезды да не хочется их никого сейчас прям вот кардинально говорить но такая практика она редка к сожалению айдар сейчас вот на слуху ситуация в алматы прокуратура разбирается с использованием государственных финансов которые были направлены на снятие двух фильмов речь идет по моему об миллиардах до миллиарде тенге не фильма не денег как говорится можете прокомментировать это прям конкретно информация не владеем ну потому что отношения к ним не имеем но такая практика встречается и это очень большие бюджеты за такие цифры миллиард можно снять очень хорошие пять картин качественная но почему-то люди у нас разные и каждый преследует свою цель и вот это вот отношение к госденьгам как не к своим просто заработать даже не заработать забрать и потом просто проект в небытие там много людей это я думаю не прям сильный такой секрет что коррупция в нашей стране присутствует в том числе и в кинематографе да это ярко проявляется большие деньги большие бюджеты на реализацию фильмов которые не выходят а если они выходят они ложатся на полочку это грустно ведь столько креативной молодежи не только в астане в алмате если эти бюджеты правильно направить и немножко развязать руки творческие люди они фанатики своего дела и тут не про деньги многие режиссеры вы посмотрите они не богатейшие люди настоящие творческие люди и тут не про бизнес тут про творчество к сожалению деньги оседают в карманах тех кому все равно на творчество как думаете какой выход нужен серьезный контроль за этими финансами государственный контроль если усилит это усложнить жизнь тем людям которые на самом деле снимают на пичингах получают проекты больше бумажек станет не нужно усложнять а что делать усилить контроль за результатом да я об этом и говорю у нас очень сильный надзор в начале когда ты приходишь с проектом столько я заполнял вот эту анкету я заполнял кучу документов так будто в космос собираешься лететь а в итоге когда уже все выплачено фильм снят там все травой поросло никому это не нужно сдал сдал снял молодец а где тут комиссия примите независимую закрепите именно тех людей которые никак не связаны с гос никак не на которых не повлиять возьмите экспертов независимых коллегиально принимайте результат где кассовый сбор какой посыл какая реакция людей нужно ставить конкретную задачу чтобы твой фильм не собрал а посмотрел такое-то количество зрителей а если это не происходит мак-мак тебе киноплощадка это мини организация с которой стоит брать пример каждый делает он не выполнил сразу же уволен с площадки специалисты увольняются мгновенно накосячил ты уволен идет приходит другой деньги получаешь после проекта вот так должно работать это правильно но потом она заканчивается и все у нас же очень много-много людей которые мешают этому процессу препятствуют когда ты доходишь уже до финишной прямой у тебя уже нету мотивации снимать что-либо так же я устал какой фильм я еще ничего не снял я уже устал как будто я пять раз его снял потом ты снимаешь его бюджете выделяется рваным медалями и приходится да когда он уже тебе не нужен у меня много друзей которые снимали там на гос этот бюджет и бюджет приходит не вот так он приходит отчет сдай режиссер продюсер они в процессе они снимают кино ты какой отчет он отчет пишет да еще мне деньги приходят а ведь это все в совокупности мешает процессу чтобы конвейер он машина толкнулась один раз она едет по инерции и нельзя тормозить а вот каждый раз тормозит тормозит и в конечном той кэшу никуда она не приедет к сожалению это есть может быть наш сегодняшний диалог кто-то услышит и какие-то меры будут приняты я надеюсь спасибо спасибо огромное айдар вам за это интервью друзья мои спасибо что были с нами на протяжении этого времени обязательно сходите на этой неделе посмотрите проект ай хай шо и ждите совсем скоро в эфире проект студии light solution сэлфи с предками обязательно подписывайтесь на мой канал оставляйте ваши комментарии лайки для нас это очень очень важно всем спасибо пока